Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер. Меня зовут Евгений Додолев, его зовут Феликс, а вот брат его зовут Иван. Мы отдаем их зрителям. Вот если зрители хотят кошкам завестись, они могут позвонить и забрать. Я вам не предлагаю, потому что знаю, что у вас аллергия. Да, я бы с удовольствием. Любите, да, котов? Потому что вы любите, я сразу не дал вам ответить, вы же любите ящериц. Я люблю ящериц, да. У меня даже студия звукозаписи так называется. Они, мне кажется, с котами бы не очень подружились, хотя ящерицы дольше живут. Вот я бы... 50, по-моему, да? Да, вот я бы себе завел бы живую, но вот я не могу им пообещать, что я все 50 лет смогу заботиться о них, они могут меня пережить. У вас же сын есть, поэтому он перейдет по наследству. Так себе наследство, скажем так. Ну, смотря как использовать вообще, ящериц можно использовать по-разному совершенно. На шкурки пускать. Да, кстати, тоже это вот можно развести в ферму. Я считаю, ну, вы собираете, на самом деле, ну, не живых, вы собираете разные... Фигурки, сувениры из каких-то поездок. Я думал, что у вас что-нибудь будет, брошь какая-то. Нет, брошь я оставил дома. Ну, нет, я просто читал, что вам поклонница какая-то с себя после концерта сняла какую-то ювелирную изделию. Да, брошь очень хорошая была. Вот. Но я все-таки... Была, была. Это значит что? Жена потребовала куда-нибудь? Нет, она... Лежит эта брошь очень красивая. Очень много различных брошей. Есть даже конца 18 века брошь из венецианской бронзы. Ну, она просто не подходит к моему сегодняшнему гардеробу. Это нужен кафтан здесь, бант какой-нибудь. И так, да, может быть, я одену. А сегодняшний гардероб вы сами... У вас есть костюмер или вы сами продумываете свои... Нет, я как встал, одел и пришел. Понятно. А жена не вмешивается? Супругу вас не... Нет, она говорит, одевай что хочешь, иди куда хочешь. Я в одном из интервью слышал, вы рассказывали, что она на самом деле очень по-честному реагирует на то, что вы делаете. То есть, если вещь ей даже посвящена, ей не нравится, она говорит, там, вот, выключи. А если нравится, там, говорит, давай еще. Ну, вообще, по жизни как-то так получалось, что именно такие люди меня и окружают. Мне неинтересно слушать, как это все хорошо, как это прекрасно, если человеку не нравится. Ну, как же, артисту же надо, артист же он тонкой организации. Нет, это все, это все иллюзия. Естественно, лезть, которую тебе говорят, это, конечно, приятно, слышать хорошие слова, но лучше слышать правду, чтобы потом себя не обманывать и не обжигаться, когда уже все сделано, а ничего не получается, ничего не происходит. Вот у нас программа называется «Правда-24». Вот так. Мы стараемся, чтобы у нас только правда была. Ну, еще стараемся котиков пристраивать, но про правду это важнее. Вот, кстати, насчет имен Феликса, Иван, Дмитрий Колдун. Колдун – это псевдоним? Нет, это фамилия моя настоящая. Родом из Запорожья моя фамилия, мой дед, во всяком случае, оттуда. А, то есть у вас украинские корни, получается? Ну, да, вот украинские. Украинские, правильно говорить. Украинские. Украинские корни по линии деда и, скажем, наверное, такие белорусско-польские со стороны бабушки. Вот так все получилось. Но Дмитрий Колдун – это белорусский певец или русский певец? Это певец… Поете вы на русском? Да. Ну, знаете, на белорусском не обязательно быть белорусским певцом и для этого петь на белорусской мове. Можно же быть… У нас вообще два государственных языка. Тем более так получилось, что в отличие, например, от той же Украины, на белорусской мове разговаривают, не знаю, может быть, один процент. И поэтому все на русском практически и происходит. Угу. Вообще, конечно, очень редко можно встретить человека, который разговаривает по-белорусски и делает это не так местечково, а именно профессионально и по-настоящему. А часто по белорусскому радио, по белорусскому телевидению можно услышать Дмитрия Колдуна? Конечно, очень часто. Часто, да? Часто. То есть вы в республике… Ну, знаете, в республике Беларусь есть такой закон о 75% белорусской музыки. Какой правильный закон. Вот. Поэтому мои песни, они там крутятся. Раз уж и про музыку начали. Сегодня, насколько понимаю, релиз третьего альбома вашего. Да, сегодня у меня праздник, поэтому я с утра встал, побрился, у меня сегодня так надушился. К нам приехали, вот что главное. Специально к вам, чтобы рассказать о том, что сегодня, да, действительно, выходит мой альбом, он официально релиз сегодня на iTunes, и он появился на физически. Ну, там предзаказы-то уже накопились. Ну, предзаказы были, да, вот сегодня вот все открылось, пожалуйста, welcome, так сказать. Название альбома. Альбом называется «Город больших огней», так что заходите. Почему он так называется? Потому что так называется «Одна из песен», традиционно, ну, принято у нас так называть альбом, как называется «Одна из песен», хотя можно и по-другому. Но песня действительно хорошая, и вот в честь, в ее честь названная. Очень стильная такая обложка, такой монохром, хотя нет, не монохром, но просто такие, да, приглушенные, да, такие серые цвета. Чтобы дальтоники не перепутали. Есть на заглавную композицию видео уже клипы, да? Еще пока нет. Нету, да? Пока нет, потому что мы работаем, думаем, как же это все грамотно сделать. Так что в ближайшее время, думаю, она появится. Ну, расскажите, что там за... чем вы больше всего гордитесь на этом альбоме? Если бы вам надо было выбрать всего один трек для того, чтобы представить этот альбом, какой бы вы выбрали? Ну, вот его и выбрали. А то есть титульный, да? Да, вот так вот. Наверное, он отражает всю суть. А чем гордиться? Тем, что... чем я могу гордиться? Тем, что этот альбом, в общем, был записан своими вот практически руками в собственной студии. Вот мы взяли все это, сделали. Студия в Минске? В Москве. В Москве студия. В Москве писали. Хотя писали, так уж вышло. Музыканты все белорусские из Минска. Приехали, записали. Было все весело и задорно. А продюсер кто? Или вы сами продюсируете? Сам. Вот сами. Есть команда, есть люди, которые помогают записывать эти песни, занимаются саунд-продакшеном. А мое дело просто сделать так, чтобы эти песни услышали. А вот белорусские музыканты, вернее, музыканты из Белоруссии, так скажем, которые работают в Москве, они так же, как музыканты, которые с Украины объединяются в какое-то такое вот товарищество негласное? Вы общаетесь с кем-нибудь? Вот с Катей Айовой я беседовал. Она тоже из Белоруссии. Я бы не против пообщаться, но, насколько я знаю, Катя, она в Питере больше. Да, она выбрал северный. Поэтому, когда пересекаемся, обязательно встречаемся. Вообще, судьба, знаете, такая штука. Можно встретить человека на каком-то этапе своей жизни и даже не придать этому никакого значения. Вот, например, вот Катя Айова, мы с ней вместе участвовали на проекте «Звездный дилижанс» в каком-то лохматом 2003-2004 году в Белоруссии. Причем, что самое интересное, не Катя, Катю, по-моему, раньше выгнали оттуда, а меня чуть позже выгнали. То есть никто до финала не дошел, но вот так судьба повернулась. Например, когда мы только начинали свой творческий путь, приехали в Москву, в одной очереди стояли на «Фабрику звезд» с Иваном Дорном. И все потом вот как-то так получилось, что я попал на «Фабрику», а он спустя несколько лет просто выстрелил и стал мега-звездой. Поэтому никогда не знаешь, с кем имеешь дело и с кем ты рядом находишься, и что из этого всего получится. Алена Сверидова, кстати, она тоже из Минска. Но она уже так давно в Москве, что уже никто не вспомнит, что она на самом деле белорусская по корням. Чем этот альбом от двух предыдущих отличается? Сами вы для себя какой-то делаете? Для меня он, мне кажется, более понятный. Первые два были не очень... Мы про жанр говорим сейчас? Про что? Про все. Если первый альбом и второй, он был скорее такой, знаете, разговор, может быть, беседа в каком-то резном зале, то есть к чему-то обязывающий интерьер и что-то вокруг такое, не знаю, непростое, то этот такой простой вот... Давайте поговорим вот как сейчас вот с вами, без всяких историй. Я понял. Нет, все-таки истории какие-то у нас должны быть. Нет, есть истории, но вот... Вот история с Филиппом Киркоровым. Первый же альбом он вам помогал делать или это молва? Да, Филипп Бедросович помогал мне исключительно в рамках проекта «Евровидение», и это было очень успешно. По поводу альбомов все надо делать. Не общаетесь сейчас с Киркоровым? Ну, если встретимся, пообщаемся. Ага. Мне попалось такое ваше высказывание, на самом деле очень адекватное, но для кого-то может быть обидное, что вот музыкой можно заниматься там до искончания века, там... У меня желание заниматься чем-то другим, вот, во всяком случае, пока не возникало, и как-то слиться куда-то, тоже нету такого. Хочется заниматься? Я просто к чему? Вы ведь уже начали сниматься в кино, у вас, по-моему... Нет, нет, вы что? Нет, не начали в кино сниматься. Нет, я вот хотел бы... Значит, интернеты лгут, вот хорошо, что мы с вами... Это профанация. Да. Хорошо, что у вас настоящие аккаунты, вот, я имею в виду Facebook, ВКонтакте и Twitter, где люди могут проверить информацию... Хотя, вы знаете, очень сложно найти всегда, потому что очень много. Фейков? Ну, Дмитриев Колдунов, там, ВКонтакте, например, много. Так. Ну, а ваше-то как-то обозначено так, чтобы... Давайте мы прямо сейчас его... Найти мой сайт, 3w.koldun.name. А, колдун.nay, и с него прямо можно уйти на Twitter, на Facebook. И с него там все ссылки прямо на настоящие аккаунты, пожалуйста, заходите, будем дружить. Это очень, кстати, полезная информация для... Или там, где галочки стоят, знаете, официальный аккаунт, официальный аккаунт. Значит, в кино вы не снимаетесь и не собираетесь. Нет, я бы снялся с удовольствием, я бы снялся с удовольствием, но я вот во всех интервью уже говорю, возьмите меня в фильм ужасов сняться в какой-нибудь. Я хотел бы сыграть маньяка какого-нибудь. Маньяка? Да. Интересно, почему? Ну, хочется, хочется вот, хочется почувствовать вот этот... Хочется поучаствовать в этих сценах, которые будоражат... Вам бы, Саша, помнили в мистику в какую-нибудь? В мистику тоже, но в злую. В плохую, не в добрую, там, где оленя превращают в красного принца. В вампиры, вот что-нибудь такое. Вот да, выкусить, кого-нибудь съесть. Людоедство, каннибализм. Так может говорить только очень добрый по натуре человек, потому что человек, у которого настоящие какие-то маньячные прихваты, он никогда их не озвучит. Так что вы сейчас подставились и расписали, что вы по своей организации очень добрый человек. А еще вы знаете, что вызывает вот симпатию у моих коллег, мы с вами обсуждали, с моими коллегами ваш приход обсуждали, то, что вы вот не такой, не человек тусовки, что вот вы не любите делать пиар буквально из всего. Ваша свадьба прошла достаточно скромно, хотя интерес был у журналистов огромный. Ну а для кого эти события делаются? Для меня лично свадьба это абсолютно личное мероприятие, как в общем-то и рождение ребенка и прочее, прочее, прочее. Зачем этому из-за того что-то делать? Иначе мое лицо. Поэтому ваша биография вам не принадлежит. Вы уже когда вышли на сцену, вы должны быть готовы к тому, что буквально каждый ваш шаг, каждая ваша ящерица будет изучаться под лупой фанатского внимания. Понимаете в чем дело? Что касается, например, даже свадьбы, это же не чисто мое мероприятие. Если у меня день рождения, я приглашаю гостей, если мне хочется сделать это красиво и пафосно, вот приходите, вот вам выпейте, закусите, вот мой день рождения, поздравляйте меня. А свадьба, я же не единственный участник, было бы очень эгоистично сделать это из этого какое-то медийное событие, если вот моя половина не хочет делать. Для нее это вот что-то такое сокровенное и кого я должен слушать в этой истории? Конечно, свое сердце и того человека, которого я люблю. Такие подходы существуют. Я вот беседовал не так давно с главным редактором журнала Wedding, который посвящен исключительно, понятно, по названию свадьбе. Это бывшая VJ MTV Лика Длугич. И она рассказывала, что знаменитости просто используют это как мощный пиар-повод. Вообще фотографии репортажные со свадьбы продаются всегда, что это один из таких мощнейших инструментов по раскрутке. Поэтому вы добровольно отказываетесь от такой пиар-составляющей. Я такой человек, ничего с тем не поделаешь. Иногда даже не хочется никуда идти, на какие-то мероприятия. Так вы и не ходите. Для меня это большой труд. Для меня большой труд пойти куда-нибудь и... Мне нравится делать это искренне. Если мне нравится, например, исполнитель какой-то, я с удовольствием пойду к нему на презентацию, схожу, поздравлю, от души порадуюсь. Вас напрягает внимание то, что автографы берут? В чем вот эта отрицательная составляющая? Почему вы не хотите ходить по мероприятиям, где собираются очень много людей? Ну, потому что часто мероприятия делаются не столько по делу, сколько ради пиара. Ну, правильно, да, конечно. И, собственно говоря, наполнение этих мероприятий, оно зачастую оставляет желать лучшего, поэтому не хочется вот в этом участвовать. Хочется участвовать в тех мероприятиях, которые сделаны с какой-то идеей, с хорошей, в котором в этом мероприятии можно что-то почерпнуть, чему-то научиться, посмотреть, как бывает, что-то взять для себя или оставить что-то. А зачастую что такое? Банкет? Ну, может быть, в лучшем случае кто-нибудь что-то там споет, скажет какую-нибудь речь, и все. Или бриллианты повыгуливают, например. Ну, бриллианты повыгуливать, это да, это дело. Особенно, если это бриллианты в глазах у ящериц. Ну, я бы свою выгулил, конечно, просто некуда. А вы отдыхаете где? Ну, отдыхаю я, на самом деле, не часто, вот, но это разные страны, не обязательно какие-то жаркие, может быть, это Европа, может быть, просто путешествие на машине или так куда-нибудь выехать. Но если выезжать в какие-то страны экстремальные, то для меня тут определяющие факторы, чем же там заняться. Вот если есть рафтинг, то с удовольствием поеду, и я хоть и не умею, может быть, сильно как-то, как там это все. Но вот ощущение того, что ты можешь сейчас упасть, выпасть из лодки, тебя понесет река, это очень заманчиво. А вы отдыхаете с семьей, вот, просто вы супруга и сын, или как, или каким-то форматом с друзьями, какой-то компанией, по-разному? Это по-разному, совершенно по-разному, не имеет значения, можно сесть в самолет и буквально на выходные куда-то вылететь. Большую часть времени вы проводите в Москве сейчас, да, вот последние? Большую часть времени, да, ну, невозможно находиться в Минске у себя на родине и работать в Москве, это утопия, это колоссальные затраты времени на перелеты и прочее. Да и воздух другой. Ну, воздух вы имеете в виду? Воздух, здесь как-то хочется скакать куда-то все время. Атмосферу, да, но зато в экологическом отношении в Минске воздух, вот, просто лучше, если вот воздух-воздух, если мы говорим об этом. У меня хорошая система очистки воздуха дома стоит. А где, в каком районе вы живете? Я живу на, ну, где-то северной части. У вас есть любимые места в Москве, вот, просто вот, куда вы можете приехать? Любимые места в Москве? Да. Или, наоборот, нелюбимые? Мое любимое место в Москве, это мой диван дома, на котором меня никто не трогает, я прихожу, ложусь и мне хорошо. У вас же старший брат тоже в шоу-бизнесе? Да, он работает в Беларуси на центральном телевидении ведущим и попутно с этим занимается музыкой, выступает, дает концерты. Дуэты были? Были. Были дуэты, ну, вот, в России, пожалуй, их никто не слышал, а в Беларуси, да. А почему в России никто не слышал? Почему же вы старшего брата-то не подтягиваете? Вот на новом альбоме он не присутствует ни в каком качестве. Ну, как же, у нас совершенно разное, знаете, отношение к музыке и совершенно разное понимание. Может быть, в силу музыкальных вкусов, может быть, в силу музыкального воспитания, хотя, в общем-то, росли мы на одной музыке, но вот как-то... У вас разница какая? Восемь лет. Восемь лет — это прилично, это почти другое поколение, да. Вот, поэтому вот иногда я не понимаю, что он делает, иногда он не понимает, что я делаю, и возникают вопросы друг к другу. А в целом мы очень дружим и можем пошутить над этим. Вы Химпак Минского университета окончили, да? Белорусский государственный университет. А выбор такой был постулирован чем? Родители в химическом университете? Нет. Мои родители, они учителя. Учителя в каком пределении? Учителя в географии. Оба, да? Да. В географию преподавали? Даже мой старший брат по образованию учитель в географии. Так получилось. А я пошел в химию, потому что географию мне было неинтересно изучать, в силу того, что у меня мама преподавала ее в школе. Ага. И вот, поэтому у меня всегда было... Хорошо, что не брат. Ну, мог бы и брат преподавать, в общем. Выбрал химический факультет. Я закончил школу с серебряной медалью и понял, несмотря на эту медаль, что знаю я только химию. Хорошо. И с медалью можно было сдать один экзамен. Если ты сдавал его на отлично, то тебя по одному экзамену с медалью забирали в университет. И я сдал на 9 баллов. А супруга образования как у нее? Вика, да, ее зовут? Вика, она врач. Врач какая специализация? Врач, ну, я не знаю, как это правильно называется. Она работает с кровью. Ага, я тоже не знаю, как это называется. Не интересовался никогда. Вот опять же, правда или неправда, да, это значит, что вы с ней познакомились в детском саду, куда вы, будучи уже не детсадовцем, а школьником, ходили курить. Это правда. Поэтому вот я всегда говорю, что вот... Курение есть польза. Курение есть польза. Оно не только убивает, но еще может познакомить тебя с человеком, которым ты будешь долгое время. Еще вам приписывается заявление, что сын вас никогда не будет в шоу-бизнесе. Это тоже выдумки журналистские. Это же его дело, где он будет. Пусть растет, главное, здоровым, сытым, порядочным человеком. А там, кем он будет? Если будет порядочным человеком, в шоу-бизнесе сложно ему будет. Если будет непорядочным, заходи. А он вот уже ведь слышал вашу музыку, у вас же в доме звучит музыка. Он же понимает, что маленькие, они очень восприимчивы к звукам или нет? Ну, я ему пою разные песни, причем не только свои. И слушаю, что ему нравится, что не нравится. Ну, вообще, ему, конечно, больше нравится, когда громкая музыка какая-то. Удивительно. Я ему играю иногда песни американских панк-групп на гитаре. И ему нравится. А вы слушаете панк, да? Нет, я слушаю абсолютно все, очень много разной музыки, это и поп, и рок, и панк, и, не знаю, электронная музыка. В этом плане у меня определенных предпочтений нет, хотя, наверное, мне больше рок нравится, но слушаю все, потому что можно что-то для себя взять. А свой жанр вы как определяете? Вот если мы про последний альбом говорим, который сегодня вышел, что это по жанру, если бы надо было определить? Я знаю, что это за жанр, знаю, что это за жанр, но я не хочу его озвучивать. Почему? Просто вот не хочется. Понятно. Хорошо, ну пусть тогда люди скачивают. Пусть они и скажут какой-то жанр. И сами определяют. Это жанр Дмитрия Колдуна, я думаю, такой-то такой будет. Да, пусть будет так. Хорошо. Это отлично, что у вас есть свое лицо. Я имею в виду не про лицо, которое вы от природы получили, а лицо, которое вы вот за эти годы себе сумели как-то, наверное, сформировать не самый точный глагол. Но это здорово, что есть. И мне нравится, что вы такой вот сам по себе, как кошки. Вот коты говорят, что они все сами по себе. Поэтому давайте мы пожелаем Феликсу Ивану успехов. Возьмите Феликса Ивана, кто-нибудь. Да. А то, что у Дмитрия Колдуна будет успех, вот это мне совершенно очевидно после нашего сегодняшнего разговора. А в самом случае вот этот альбом, я надеюсь, что сегодня к вечеру уже скачает достаточное количество людей. Большое вам спасибо, что пришли к нам. Спасибо вам.